всем привет в этой серии видео который я записываю я покажу как можно моделировать модель здания дома какого-либо постараюсь показать полностью весь техпроцесс вот это я использую reference примерно такой дом хочу сделать и к нему еще некоторые издания с которых я буду брать изображение текстуры и вообще как они выглядят и что на них имеется мох там да еще состоят из бревен или просто из досок в общем и всякое такое подобное и вам советую тоже брать reference и смотреть на него и делать модель очень сильно помогает особенно при текстурировании первое проверяю настройки 3d max а здесь нужно выставить параметры метрические сантиметры в чем вы любите моделировать и какую хотите получить на выходе модель я выбрал сантиметры и соответственно выставил их хочу сделать модель и для начала я сделаю макет то есть я сделаю из примитивов кубиков ромбиков всяких треугольников подобие здания ну а в последующих этапах моделирования я уже буду его более усложнять добавлять различные элементы насыщать оживлять так сказать модель и начал я с бокса делая модель вида вида виду с вида сверху чтобы наш том сразу же разместился на нулевой линии если посмотреть изменить ракурс спереди там или сбоку слева справа фронт даём название нашему файлу у меня есть уже несколько там заготовок папок который я использую при своих проектов при создании своих проектов туда входит папка макс рендер референс брендер входит рендер вирей пбр есть также там вкладка забрать не вкладка папка забрать так на скидку уже не помню что то там еще есть так розовый так это основание сделал и делаю же верхнюю часть постоянная сверяюсь с референсом которые у меня на втором мониторе и примерно смотрю каких он размеров физически должен быть то есть если имеется дверь там или окно дверь примеру два метра то есть 200 сантиметров и уже как бы от дверей я делаю все остальное здесь я выравниваю верхнюю часть макета с нижней при помощи инструмента олигн запись звука я делаю отдельно так как при моделинге не получился звук и я записываю уже сверху видео то есть трачу два раза больше времени один раз и модели второй раз я озвучиваю это прямо сейчас а вы смотрите внимательно что я делаю какие элементы используют так как когда я моделю и это сразу же озвучил то есть какие-то мысли мне были до что этом как я смотрел чего хотел добиться поэтому не вырезать наверное в этом видео не стал в следующем проверю как она там получится то есть там где будет тишина или просто ничего не будет происходить на экране скорее все это часть я вырежу но здесь я применяю инструмент connect опять же повторюсь я делаю это макет просто макет здания которым я буду делать его размеры максимально приближенные к физической модели иногда бывает включить этот чемпион то есть его нужно будет все такое тоже иногда бывает или появится вдруг то надо его снова чемпион активировать в это окошко которое справа от надпись и тогда появится вновь панелька на которой можно отрегулировать то есть вы увидите сам процесс как делается с какой скоростью на саму модель я потратил времени не так уж много больше времени ушло кому на на текстурирование и там применение два вида развертки будет я уже забегаю как бы вперед ну а в этом видео просто идет блокинг так сказать и делаю макет от которого уже позже буду отталкиваться и он дает нам как хелпер поможет уже сделать более реалистичный наш проект то есть будет более реалистично выглядеть наше здание опять я использую здесь оригинус селект там есть различные настройки можно по точкам по граням по фейсу привязываться крайне верхней точке всего всей модели крайне нижней пивот поинтами есть очень полезный инструмент чаще им пользуйтесь можно очень быстро выставить модель целиком к выровнять к модели допустим если вам это нужно выроните друг с другом мы здесь все-таки пытаюсь сделать да там на референсе было видно здесь на втором этаже есть типа как лоджии такой или как-то назвать смотровое окно какое-то и его в общем я и делаю данный момент вот этот инструмент конст констрейнт тоже очень полезная вещь если вам нужно не меняя геометрии модели переместить точку или ряд точек вверх там вниз или вбок или же ребро переместить вверх вниз или в сторону и этот инструмент очень болезнен также им часто пользуюсь используйте его полезная штука бридж тот же очень часто пользуюсь также можно соединять и и ребра и полигоны инструмент insert то есть он дает дополнительный полигон внутри второго полигона то есть получается полигон внутри полигона и и похоже я сейчас буду использовать бридж но после этих манипуляций нужно будет применять одну из утилит 3d макса которые позже буду использовать покажу вам ну вот бридж соединил нам два полигона получилось такое отверстие куда здесь использую локальную систему чтобы перемещать масштабировать наши грани бумаги в же это будет как вы поняли уже крыша на крыше которая тоже нужно чтобы она выступала да то есть на лоджии есть своя крыша и нужно чтобы она как бы выступала за строение за границы строение чтобы так сказать дождь не мочил но это видео все равно как если бы я записывал стрим примерно так же сидел бы кумекал думал как что сделать стараюсь отделять цветами если что-то оттачиваю то и цвет на добавляю чтобы было видно что это отдельный элемент моей будущей модели снова я использую инструмент алигн чтобы будущие края доступа к выступали за здание применил инструмент insert и если не передумаю так как это уже записываю звук позже то скорее всего я здесь буду делать двери а с той стороны окно сейчас мы там проверим сменил систему на вокал можно было использовать так как здание само я не перемещал не крутил его никак и нас осталось так как я сделал бокс стеки модификатора и видно бокс а потом нет и бита был поле то и сохранили направлением и все ребра и джи все элементы модели остались на своих местах с этой стороны должно быть окно вот у нас получилось дверь и окно также инструменте экстременте экстременте системы локальная и общее выдавливание вдавливание полигонов не забывайте про нее в было ли тоже есть локал система и 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 а и что-то типа фундамента, видимо, делаю. Там на референсе идет небольшой такой открытая такая площадка, где можно сложить инструменты какие-то. Вообще-то, я понял, что это на референсе изображен в охотничьей доме. То есть он не приспособлен для жилья, особо он не герметичен только лишь для того, чтобы переночевать день-два и двигаться дальше в путь. Ну и на этой лоджии можно складывать различный инструмент. Здесь я размещаю будущее бревно, которое будет поддерживать верхнюю часть здания. примерно смотрю на пропорции самого здания и какое должно быть бревно. Размещаю его в нужном мне месте. до сих пор Продолжение следует... Продолжение следует... Делаю вот здесь я наверху на втором этаже окно, но скорее всего я его не буду использовать потом. Сделал прямоугольник. Продолжение следует... 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 полигоны да можно выбирать с помощью баэнгл выставляйте в окошке нужный угол и чем он выше тем больше захватиться полигонов так вот постепенно вырисовывается наш домик закрыл я отверстия и скорее сейчас буду отделять чтобы сделать деталь делаем это будет хотел сделать стекло и дверь ну по моему стекла я не делал на оставил ее просто без стекол но дверь я сделал это будет просто такой летний охотничий домик не здесь тоже я подготавливаю ну все равно как вариант можно было сделать окно ну само стекло до которого идеально подходила к нашей выемки также применил отдельный цвет чтобы можно было легко выбрать нужный элемент модели и и потом уже с ним как-то работать если вам понадобится так пришла пора делать с этой стороны окно и я сейчас займусь также применил insert и теперь выравниваем здесь я особо не придерживался на чтоб все было параллельно перпендикулярный так далее это домик сделан имеется ввиду в реальной жизни по-быстрому наспех и жить ним конечно же никто не будет поэтому не имеет значение в лесу кому нужна красота сделали примерно такой высоте и сделали уже хорошо но по-моему здесь все таки выставил то есть скопировал высоту окна которая торца здания и значение вставил нужное мне место отделил окно сейчас вы также ему дам цвет также можно сгруппировать части модели при помощи одноименной вкладки которая находится вверху слева групп ангрупп очень полезно если если нужно выбрать несколько элементов на и передать им пилот поинта выставить по центру ну к примеру или же просто скрыть чтобы не мешало различные есть варианты использования группировки моделей и на референсе здесь тоже есть какой-то элемент постройки но сама модель это не уйдет если не придерживаясь никаких либо привязок да там просто сделал connect по ребрам и выдавил часть крыши вверх просто как для ориентира будущей модели там заметил на референсе есть типа такого фундамента из бревен и тоже себе хотел захотел такое сделать этим занимаясь скопировал одно из бревен который наверху было просто уменьшу можно точное значение подобрать можно просто полузунком его перемещать что-то из них захотел сделать но при оттачил и до наверху будет доз доски будут и они небольшой толщины как вы понимаете там сантиметров может 10 а может еще тоньше и поэтому я низний коробок разобрал до оставил просто направляющую верхнюю и по ней уже сделаю этот фундамент но опять же таки это макет и все еще может измениться если что-то не нравится то это легко можно исправить убрать просто не моделить здесь я сделал конечно множество копий и для лоу поле допустим они не нужны просто согласитесь если вы бегаете в игре там неважно какой то кто будет заглядывать до под здание там если это с этим не связан какой-либо квест чтобы сэкономить ресурсы компьютер на котором вы играете то лучше конечно брать ненужные элементы которые не несут никакой нагрузки смысловой и визуальный лучше убрать сделал коннект скорее всего здесь буду делать час лестницу так вот я выделяю полностью модель и группирую чтобы полностью все выровнять по нулю так как я сделал нижний фундамент бревна вот эти то и соответственно нужно модель все поднять вверх теперь я пытаюсь это сделать и чтобы это сделать я переместил pivot point крайне нижнее положение моей группы модели и теперь можно легко переместить всю модель в 0 ангруп и теперь по за эту тоже можно выставить вновь вновь правой кнопкой мыши кликаем по спиннеру и все сбрасывается на 0 я сделаю ступеньки сделал коннект и нужно сделать как не получится сделать чемпион сделать чемпионер с небольшим значением можно было и 0 сделать одну десятую скрепить и теперь выделяем нужные нам границы грани и переместим вниз и получится ступеньки вот так получились такие вот такие простенькие ступеньки опять же не придерживаясь каких-либо математических значений да чтоб все было четко ровно не просто как наглядная наглядная лестница для будущего моделирования зажал shift и вниз перемещаем по оси z теперь уже по 6x смотря y смотря откуда смотреть и выравнил теперь на вкладке edit геометрия наши ребра по z и они стали ровными по оси z стали ровным правой кнопкой по спиннеру и все выравнилась в ноль и выделил теперь все точки и свелдел их то есть соединил если они там близко друг другу находятся это делать не обязательно данной модели так как это макет ну я все равно сделал зачем-то может силу привычки если вы торопитесь а у там нам Продолжение следует... 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 Такое видео я записал... Если оно вам понравилось... Ставьте лайки... Подписывайтесь на мой канал... Канал называется... Владимир Ситников... Увидимся в продолжении... Серии... Этих видео... Всем пока... Всем пока... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...